Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые лауреаты. Вчера был День работника культуры. Одна из его традиций – церемония вручения премии за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры. Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших. В нашей решимости быть сильными и сплоченными. И здесь колоссальную роль играет четкая, однозначная позиция тех, кто служит культуре. Ваше слово сегодня, ваше мнение и само творчество напрямую влияют на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств. Вы сохраняете и дополняете знания и традиции отечественной культуры, ее преемственность и вносите вклад в высшие пробы воспитания и становления подрастающих поколений. По сути, формируете будущее России. Особенно ценно, когда наставниками детей и молодежи становятся большие, востребованные мастера. Среди них всемирно известный, блестящий вокалист Николай Алексеевич Диденко. Созданный им фонд «Белый пароход» почти 20 лет открывает новые горизонты для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывает таланты ребят, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Спасибо вам большое, Николай Алексеевич, за этот важный проект и желаю вашему фонду, его подопечным, больших успехов. Новым поколением творцов посвятила себя и Марина Константиновна Леонова, хранитель традиций Великой Русской балетной школы. Она воспитывает не просто будущих звёзд танцевального искусства, но и участливых, неравнодушных, ответственных людей. Московская Академия хореографии, которую вы возглавляете, славится и своим уникальным образованием и социально значимыми инициативами, благотворительными концертными и волонтёрскими акциями. Многогранность и широта интересов отличают и директора Рязанского государственного областного театра «Кукол» Константина Геннадьевича Кириллова. Под его руководством театр стал одним из мировых лидеров этого вида сценического искусства. Площады, где бережно относятся к традициям и всегда открыты новаторству, творческому эксперименту. Именно здесь проходит старейший и самый крупный международный фестиваль театров «Кукол» и успешно работает школа-лаборатория для молодых артистов. Важно, что у наших прославленных мэтров растёт достойная смена. Яркое доказательство тому – достижение сегодняшних лауреатов премии для молодых деятелей искусства. Выдающаяся традиция русского реализма продолжает живописец Алексей Александрович Крюков. Иконописец, портретист, пейзажист. Он создал целую галерею полутен и фресок, которые обращают зрителя к нашим духовным истокам, к величию и благородству ратного долга и защиты Отечества. Одним из самых известных и востребованных музыкантов в современной России стал виолончелист Александр Александрович Рам. Истинный виртуоз, обладающий широчайшим репертуаром, его талант неизменно покоряет аудиторию лучших концертных площадок. Но самым важным он считает гастроли в России, возможность сделать филармоническое искусство доступным людям в самых отдалённых уголках нашей страны. Ещё одна значимая для нашей многонациональной страны, всего нашего общества миссия – это сбережение наследия народов России. На этом поприще проявила себя Менги Васильевна Андар. Она и педагог, и учёный. Она собирает, изучает и активно популяризирует самобытный фольклор своей малой родины – Тувы. И вносит большой вклад в сохранение и развитие этнокультурного разнообразия нашего единого Отечества. Дорогие друзья, Ваше искусство, просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма. Вы придаёте новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу. Благодарю Вас за преданное служение своему делу и великой культуре России. И, конечно, поздравляю с присуждением премии. Желаю новых творческих успехов, высот и достижений. Поздравляю вас.